Всем привет, девочки! Доброе утро! Я сегодня выспалась. На улице прям вот, знаете, такая приятная аномалия погоды. Скоро у нас прямо осень-осень начнётся. На улице сколько? 30 градусов. Тени. Обалдеть! Это у нас такое бабье лето. Обалдеть! 17 октября сегодня. Тихо, тепло, солнечно. Просто классно. Надо прямо выйти на улицу, ей-богу. Хочешь, не хочешь, прямо надо. Но скоро это всё испортится дождями. Наслаждение уже последние деньки. Девочки, я решила себе сегодня на ужин приготовить вот такой вот лёгкий ужин. Сосисечки и с овощами. Тут у меня кабачки, помидорчики, лук, болгарский перец. Я думаю, что нужно кабачки уже доесть. В холодильнике лежали. И, в общем, решила себе такой вот скромный-скромный сделать ужин. И всё. День проходит. Я сегодня отдыхаю. Усталость даёт о себе знать. Я решила себе сделать такой день отдыха. Монтирую видео. И смотрю телевизор. Девочки, доброе утро. Проснулась я сегодня отдыха ты. На градуснике 19 или 20 градусов. Сейчас 7 часов утра. А проснулась я в 4. Полный штиль. Вчера у нас было жарко днём. И ночью тоже было жарко. Я спала сегодня с открытым окном. А батарею выключила сразу же, как только её включили. Включили отопление. Сразу у меня стало жарища дома. Батарея выключена у меня. Ну, представляете, разве может быть вот уже конец октября, да? Такая погода. Смотрите, ни один листик не шелохнётся. Но у нас вроде как по прогнозу синоптики, если не обманывают, у нас уже сегодня последний день тепла. И то даже днём 20 градусов. Хотя ночью 20, днём тоже 20 обещают. А завтра уже похолодание. В общем, наслаждаемся последними деньками. Последним днём даже, можно сказать, хорошей погоды. Ну, я, как всегда, с утра пораньше смонтировала видео. У меня уже всё готово. Видео выводится. Что я, девочки, вам хочу сказать. День второй. Я вчера толком ничего не снимала. Потому что, может быть, потому что я проснулась вчера поздно. Вот я, знаете, как обычно, в 4 утра проснулась. А потом я раз легла и уснула опять. И проснулась в 10 часов. И вот то, что я уже в 10 проснулась, я начала монтировать видео туда-сюда. Смотрю уже час дня. И как-то вот уже вроде и полдня прошло. А у меня нету никаких сил ничего делать. И, в общем, я вчера ничего не делала. Но зато я отдохнула. А сегодня я проснулась, как положено, в 4 утра. Это уже называется, как положено. Знаете, 4-5 утра проснулась. Я уже с утра успеваю бодренько, на бодрячке сделать вот какое-то, допустим, важное дело. Для меня смонтировать видео это важное дело. И всё. В 7 часов я уже свободна. Я уже управилась. Видео выводится. Я мясо поставила размораживать. Сегодня думала-думала, что приготовить. Но всё-таки решила, наверное, давно не готовила я жаркое по-домашнему. И сделаю вот на новой плите уже, на сковородочке, сделаю жаркое по-домашнему. А сейчас я пью кофе. И думаю, что ещё сегодня я могу сделать интересного, полезного, хорошего. И ещё пока ничего не придумала. Но это будет уже видно дальше. Странное явление происходит у нас с погодой, девочки. Вчера была страшная жара. Вчера было, наверное, градусов 30 днём. И просто, честно говоря, даже не хотелось вообще ничего делать. Какая-то вялость. Вы знаете, как в летом жару бывает такое. Хотя, может быть, это из-за того, что я поздно проснулась. Но не знаю. В общем, в конце концов, ночью я сегодня проснулась. Всё равно я спала с открытым окном. Но проснулась я в 4 утра от того, что мне жарко. И, в общем-то, проснулась, как обычно, летом, в жаркие ночи. И я просыпаюсь очень рано. Ну, в общем, как-то так. Ну, всё, продолжаем пить кофе. Девочки, решила я всё-таки сделать соус. Потому что это будет блюдо менее жирное и более-менее диетическое. Лук с морковкой я обжариваю чуть-чуть. Отправляю туда мясо. Мясо можно любое. У меня свинина. И это на режиме жарко. 10 минут примерно поджарится, чтобы закрылось мясо. А потом уже я добавлю туда картошку и залью водичкой. Ну, всё. 10 минут прошло. Мясо закупорилось, закрылось. Я отправляю туда картошку и залью всё это водичкой. Водичкой горячей заливаю. Слишком жидкое я не хочу делать. Поэтому, чтобы водичка вот показалась и хватит. И поставлю я сейчас это всё на режим... Поставлю на режим тушения на час. Всё, девочки. Водичка закипела. Я закину туда лавровый листик и болгарский перчик. И, кстати, кто считает, что это блюдо не называется соус, а называется как-то по-другому, это ваше право. А у нас в южном регионе, на юге, называется это соус. Я, кстати, вспомнила, что в детском садике, когда я ходила ещё в 60-е годы, у нас это блюдо тоже подавалось как соус. И мы, дети, знали, что картошка с мясом это будет соус. Так, ну я могу уже заодно и посолить сразу. У меня вкусная соль, она с зеленью сразу идёт. Зелень можно свежую бросить в конце. У меня сейчас свежей зелени нету, поэтому вот такая сушёная зелень, она будет здесь. Заодно можно и поперчить. В принципе, больше ничего я туда добавлять не буду. Будет готовиться до конца. Чуть-чуть. Всё. Закрываем и ждём. Это у меня режим тушения. Девочки, решила я выйти на воздух, сходить в магазинчик. И хочу вам сказать, шикарная погода. Шикарная погода. На улице тепло. Сейчас 24 градуса вообще. Ветра нет. Вообще классно. Ну, обещали, кстати, сегодня уже дождь, что пойдёт. Но пока нету. Решила сходить в магазинчик. Вот, девочки, люблю я вот эти палатки. Так можно хорошие продукты купить. При том, что есть выбор там всяких разных фруктов, помидорчиков, огурчиков. Ну, а я, как всегда, набрала уже две сумки. Девочки, шла в пятёрочку, но зашла обязательно в палатку. А что я взяла в палатке? Ну, во-первых, там огурцы получше. Огурцы 70 рублей стоят. Розовые помидоры вот такие вот вкусные, сладкие. Помидоры по 150. Я увидела, что там хурма мягенькая такая, хорошая. Тоже по 150 взяла две штучки. Мне ещё посоветовали вот такие персики взять. Персик манго, что ли. Но она сказала, очень-очень вкусный. Персик этот стоит 170, по-моему. Ну, уже в пятёрочке я взяла яблоки, бананы, виноград без косточек. А ещё я взяла вот мюсли. Вы мне спрашивали, сколько стоят мюсли. Вот такие мюсли стоят 99 рублей. Может быть, это по акции. В прошлый раз, кажется, они стоили дороже. Но они мне нравятся. С орешками такие вкусные. Я сегодня с молочком последние допила, доела. Ну, и походу взяла продукты, необходимые для жизни. Это картошечка. Кстати, картошка очень хорошая. 19 рублей килограмм. Прям отборная такая выбрала я. Морковка, бурачок, свекла. Хлеб аютинский отрубной, который я люблю. Ну, мой любимый кофе по акции. 289 рублей огромная банка стоит. Также взяла я курочка. Это бедро без косточек. Там колбаса с салями, зелень, булочка. Хотела взять семгу, не было семги. А что-то рыбное захотелось. Ну, вот это для бутербродов как раз взяла. Взяла пироженки, парочку штук любимых. Кефирчик взяла. И взяла горошек в зеленую маленькую баночку, если захочу сделать винегрет. Смотрите, какая красота, девочки. Вот если вот такая красота поднимает вам настроение, то можно себя иногда побаловать. Сделать себе такую красивую вазочку с фруктами разными, разных цветов. Особенно такие теплые цвета, оранжевый, розовый. Просто получить удовольствие. Сделать праздник в обычный день, не в праздничный. Я не часто балую себя вот так вот. Но бывает просто куплю фрукты, кину в холодильник и все. А иногда так красиво оформлю, поставлю на стол вазочку и получаю удовольствие. Захотела, взяла. Вчера мне очень хотелось фруктов вечером, но мне не хотелось выходить из дома. А сегодня я пошла за хлебом и за фруктами в первую очередь. Девочки, короче, накупила я себе всяких вкусняшек. И хочу вам сказать, надо себя иногда баловать. Потому что, чтобы не было настроения каким-нибудь, да не таким. У меня в последнее время, я не знаю, может быть это вот как-то приближение уже такой настоящей осени. А может быть по какой-либо другой причине. Но наступила не депрессуха, скажем так, знаете, состояние нехочуха. Ничего не хочется делать. И вот я даже вчера приготовила соус. Я забыла вам его показать. Но в принципе соус как соус, ничего там нового нету в нем. Мясо, картошка, все как всегда, да, такой вот супчик. Я вам уже сказала, что соус, это у нас называется соусом. С детства я привыкла, что это называется соусом. Если у кого-то это называется супом, ради бога, ну в нашем регионе это так. Вот вчера я поужинала и все. Но мне вечером так захотелось фруктов. А у меня как-то фрукты все закончились. И мне вот просто вот не хочу, не хотелось совершенно никуда выходить из дома. И сегодня я уже просто уже все написала себе список. Фрукты в первую очередь, хлеб, ну и там что-нибудь по ходу еще, что заканчивается из продуктов докупить. И все, я пошла, взяла всяких фруктов разных по чуть-чуть. И вот сейчас я пришла домой, да, время обеденное. Я позавтракала, мюсли поела утром с молочком. Вот время обеденное, казалось бы, нужно покушать соус как положено, да. А фрукты типа на десерт. Но нет, я еще купила мороженое, девочки. И захотелось мне просто всяких разных вкусностей побаловать себя в конце концов. Просто поднять себе настроение, удовольствие получить. Поэтому я мороженое съела. Сейчас я буду пока телевизор смотреть, я буду похрумкивать фрукты. Я хочу попробовать хурму, попробовать персик, всего по чуть-чуть. Вот вместо обеда я себе решила сделать такое вот удовольствие, представляете. А соус никуда не денется, я его поем вечером на ужин. Одна подписчица задала мне вопрос, что у вас, когда у вас бывает депрессия, как вы боретесь с этим состоянием, какие причины. Девочки, ну не сказать, что прям депрессия такая, вот как настоящая. Знаете, настоящая депрессия это вообще заболевание такое. Ну просто какое-то депрессивное такое состояние, знаете, может быть. И поэтому вот я себе иногда начинаю чем-нибудь, знаете, баловать, какое-то удовольствие. Вот если какая-то мелочь мне доставит удовольствие, как в данный момент просто покушать фрукты, мороженое, там чего-нибудь вкусненького. Ну почему бы нет, порадовать себя можно и все. И все пройдет, настроение поднимется. Еще одна подписчица написала мне о том, спрашивает, сколько зарабатывает моя дочь. И почему она так расточительно транжирит деньги, девочки. Ну зачем считать чужие деньги? Во-первых, она зарабатывает хорошо. На что она покупает? Мебель, там одежда, то-се. Помимо того, что у нее там есть не всегда бартерные сделки и небартерные сделки, да. Она все-таки блогер уже, как бы сказать, немаленького масштаба. Поэтому что-то ей по бартеру приходит, что-то за какую-то рекламу. Ей даже еще и оплачивают деньгами, помимо того, что ей какой-то товар бесплатно достается. Она машину продала. И она нормально зарабатывает. Сколько зарабатывает, я не скажу. Никто вообще, нормальный человек, никогда не рассказывает, сколько он зарабатывает. Ей хватает на ее, скажем, вот эти покупки, на ее растраты. Видите, она же никому в долг не влазит, кредиты не берет. Все. Она тратит заработанные деньги. А чужие деньги считать не надо. И когда пишут, я не завидую, но типа того, что зачем, вот откуда все это у нее берется. Ну, это, наверное, все равно зависть. Как ни крути, ни верти. Когда человек говорит, я не завидую, но... Все равно завидует человек. Ну, зависть такое дело, это, знаете, с ней трудно справиться. Вот. Обещали нам погоду испортить, синоптики. Не испортить, а вот все нам предрекают дождь. Ну, уже, как говорится, обеденное время. Дождя еще нет. Хотя, вот, вроде бы, сегодня уже там нарисован был дождик. Ну, будет на днях, значит, скоро будет. Ну, пока погода хорошая, погода просто отличная. До сих пор я сплю с открытым окном, девочки. Хоть батарею я отключила, но у меня проходит труба сверху. Сбоку труба, до батареи, которая проходит, а они горячие. Оттуда уже идет тепло. В любом случае, на улице 24 градуса днем, а ночью вообще там 19-20. В общем, тепло. Поэтому, пока что наслаждаемся. Ну, сегодня солнце не палит, по крайней мере, жары такой не будет. Сегодня облачно, но тихо и тепло. Классная погода. Она мне прямо доставляет удовольствие. Но я знаю, что это уже последние деньки. И поэтому наслаждаюсь, радуюсь. А вообще на меня вот этот нехочуха, знаете, напал. Бывает такое иногда, знаете, вот упадок каких-то сил. И хочется полениться, ничего не поделать. Просто вот. И у меня какие-то сейчас вот выходные дни. И я знаю, что пока там дочки делали инсталляцию в туалете, я у нее была. И вот эти дни, которые мне предоставлены. Мне что-то, честно говоря, хочется вот понежиться в постельке, там телик, посмотреть сериал какие-то. Вот особо не хочется напрягаться. Но я, конечно, встаю, приготовила себе поесть, там что-то поела. И, в общем-то, конечно, я еще копошусь, какие-то дела делаю. Я утром просыпаюсь, вернее, вот думаю, завтра я ничего не буду делать, да. Утром встаю, думаю, так, а вот это надо сделать, вот это надо сделать. Потом в течение дня я что-то копошусь, что-то делаю. К вечеру я устаю и думаю, ну все, завтра точно ничего не буду делать. Но что делать? Там по мелочи сделать, там поправить, там что-то приклеить, там что-то еще что-то поделать. Какие-то дела коммунальные платить. Ну, в общем, какие-то дела находятся все время, что-то, что-то все время приходится делать. Ну, чтобы эти дела все не накапливались, я люблю делать все, сразу, прямо появилась проблема, надо решать ее, сразу не отходя от кассы, чтобы эти проблемы не наваливались и не висели, знаете, грузом на душе. Вот, я все поглядываю на фрукты, мне все уже не терпится, не терпится вот эту вазочку взять и ням-ням-ням съесть вот так. Ой, а пахнет персик, персик пахнет очень вкусно. Она сказала, какой-то это сорт персика, прям очень-очень вкусный. Говорит, одна женщина взяла на пробу, потом пришла, еще набрала побольше. В общем, короче говоря, не терпится мне ее прямо попробовать, этот персик. Ну, а моя дочка наконец-то закончила инсталляцию, весь этот ремонт в туалете, она все это сняла, уже выложила, и я посмотрела сейчас это видео. Но человек не успокаивается на этом, ей хочется еще что-то опять делать. Вот она уже решила какие-то изменения в коридоре внести, стены как-то там поменять по-своему. Честно говоря, ну, знаете, вот каждый человек индивидуален, да, ей хочется все время что-то делать, 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 не останавливаться. Человек в процессе получает удовольствие вообще от самого процесса. И поэтому, во-первых, я ее деньги не считаю, это ее деньги, она тратит их так, как считает нужным, она делает то, что считает нужным. Ну, если человеку это доставляет радостную, ради Бога, пусть радуется жизни вот так, как она радуется. Я радуюсь за нее, если она счастлива, то и я счастлива тоже. Не всегда я, я бы, может быть, что-то по-другому сделала, может быть, я деньги по-другому тратила, но это я. Я – это моя индивидуальность, она – это ее индивидуальность. Каждый человек индивидуален по-своему. Поэтому не обязательно, не нужно вот мерить мерки, знаете, на себя это как бы примерять, да. Ну, у каждого своя жизнь, у каждого свои предпочтения. Поэтому осуждать никого не нужно. Ну, вот и все, мои хорошие. Я хочу на этом видео завершить. Видео коротенькое, но в ближайшее время ничего такого не планирую делать особенного. Поэтому видео хочу смонтировать, вам выложить. А сейчас я начну получать удовольствие от этих вкусняшек, которые я накупила. Буду баловать себя сегодня. Получать удовольствие, потому что мне нужно поднять такой моральный дух, чтобы с новыми силами набраться сил и снимать вам новые какие-то, может быть, свежие, интересные видео. На этом я с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.